здравствуйте с вами анастасия на канале еда на любой вкус сегодня у нас не совсем обычный рецепт пасхи очень вкусный пасхальный кулич тесто для которого будем держать в холодной воде также приготовим глазурь который мгновенно застывает будет интересно 250 миллилитров теплого молока использую жирное топленое выливаем в миску добавим примерно 4 столовых ложки муки из подготовленных 500 граммов 2 чайные ложки сахара также из подготовленных 130 граммов размешиваем добавим к ингредиентам 15 граммов сухих дрожжей количество ингредиентов ложках и стаканах будет под видео оставляем опару на 10 минут тем временем в отдельную миску высыпаем оставшийся сахар 4 грамма соли 10 грамм ванильного сахара и разбиваем 2 яйца комнатной температуры взбалтываем венчиком к этому времени вот что произошло с опарой она стала воздушная пышная дрожжи активны можно размешать и добавлять в нее яйца с сахаром и солью начнем постепенно добавлять оставшуюся муку напомню несколько ложек мы брали для опары здесь очень важный момент мука вашей стране может слегка отличаться поэтому при заявленном ее количестве тесто может получиться другим советую добавлять муку частями и сравнивать с той структурой которая у нас получится на видео теперь самый ответственный момент в тесто нужно вместить масло используя 100 граммов топленого масла комнатной температуры по мере добавления масла в тесто оно начнет прилипать но мы не сдаемся вымешиваем тесто тщательно около 10 минут до практически нелипкого состояния но если на канале вы впервые не забудьте подписаться также проверьте нажат ли колокольчик чтобы не пропускать новые видео ставьте нравится или не нравится таким образом я вижу какие видео для вас более интересны еще раз повторюсь вымесить тщательно это очень важно и вот такое оно должно получиться теперь тесто опускаем в холодную воду она упадет на дно но постепенно начнет всплывать для обычного теста хватает и 10 минут но для очень удобного понадобится чуть больше времени 25-30 минут но все равно это значительно сокращает процесс подъема чем в обычной миске тесто в воде растет быстрее за счет образования углекислого газа который не выходит соответственно сокращается время промытый изюм в количестве 70 граммов смешиваем со столовой ложкой муки сюда же добавим крупные измельченные грецкие орехи за 25 минут тесто начинает выглядывать из воды если этого не происходит посмотрите может быть оно прилипло ко дну в любом случае оно увеличилось заметно аккуратно достаем с помощью шумовки и с помощью бумажного полотенца убираем лишнюю влагу сразу переносим на припыленную мукой поверхность сверху также присыпаем распределяем изюм с мукой и орехами вмесим тщательно руками поначалу тесто слегка прилипает но спустя пару минут к чистым рукам уже не липнет пасхальное тесто делим на 4 части каждый кусочек примерно по 290 граммов округляем в шар обязательно прячем изюм и орехи внутрь и раскладываем тесто по формам использую бумажные размером 9 на 9 ставим куличи в формах сразу же на решетку или противень на котором будем выпекать чтобы лишний раз потом их не тревожить оставляем при комнатной температуре без сквозняков для подъема примерно на 30-40 минут вот как они должны подрасти за это время отправляем их аккуратно в духовку при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут также время и температура зависит от вашей духовки если газовая температура может быть больше но время зависит еще от размера маленькие куличи выпекаются меньше больше куличи соответственно больше и вот такие румяные они у меня получились по желанию снимаем бумагу и оставляем остывать на решетке и осталось приготовить глазурь 160 граммов сахара и 80 миллилитров воды после закипания будем уваривать около четырех минут при среднем кипении параллельно взбиваем один яичный белок можно проверять сироп на каплю она не должна растекаться в холодной воде примерно вот так горячий сироп вливаем тонкой струйкой к взбитому белку не прекращая взбивать глазурь должна стать глянцевой и более пышной важно нанести ее на теплые куличи пока она еще горячая и сразу посыпать так как застывает сверху моментально но внутри зависимости от слоя чуть дольше но мы ждать конечно уже не будем посмотрим что получилось Кулич желтый с равномерно распределенным изюмом за счет муки, влажноватый слегка, ароматный, воздушный, в меру тяжелый, не волокнистый, но очень вкусный. Буду рада, если приготовите вкусной вам Пасхи!